Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы расскажем о самых главных темах этой недели. Принято постановление президента, в соответствии с которым до 1 января 2030 года субъекты предпринимательства, которые производят птицеводческую продукцию, освобождаются от земельного налога с юридических лиц. Согласно Налоговому кодексу, сельскохозяйственные предприятия освобождены от налога на прибыль и налога на имущество. С 1 июля все хозяйствующие субъекты должны оформлять товарно-транспортные накладные в электронном виде. Специалисты налогового комитета провели онлайн-семинар, где ответили на вопросы налогоплательщиков. Запись доступна на нашем канале в YouTube. Чтобы ознакомиться с тем, как работает система электронных ТТН, можно воспользоваться видеоинструкциями. Реализуя товары или оказывая услуги, предприниматели должны использовать онлайн-контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям фискальный чек. Если вам не выдали чек, подать жалобу можно в разделе «Налоговый партнер» в мобильном приложении «Солэк». Специалисты налогового комитета напомнили, как отразить в чеках онлайн-ККТ реализацию товаров при получении аванса от покупателя, а также при покупке товаров в рассрочку либо в кредит. Подробные разъяснения на официальном сайте и каналах в социальных сетях. Как известно, с 1 марта текущего года стартовала цифровая маркировка воды и прохладительных напитков, а с 1 августа начнется маркировка этой продукции, реализуемой в алюминиевой таре. Чтобы ознакомить участников рынка с технологиями маркировки, организован семинар. Предприниматели получили практические рекомендации по подготовке к старту маркировки, ознакомились с процессом внедрения и особенностями маркировки при производстве напитков. Предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, продукцией с цифровой маркировкой, должны использовать устройство для считывания маркировки. До 1 января 2027 года расходы на их приобретение можно вычесть из суммы начисленного и подлежащего уплате налога. Автокамерал – это автоматизированный анализ, который проводится без приказа налогового органа и без участия налогоплательщика. Он позволяет самостоятельно устранять расхождения и ошибки в отчетности, без проведения проверок налоговыми органами. Специалисты разъяснили, как работает система, где посмотреть формулы и причины расхождений, в какие сроки устранить выявленные недочеты и какие ошибки налогоплательщиков встречаются чаще всего. Также по этой теме состоялась встреча с членами общественного совета при налоговом комитете, где обсудили формулы предпроверочного анализа в системе Автокамерал. Доходы налогоплательщика от сдачи жилых домов в аренду студентам не облагаются налогом. По состоянию на 1 июня за предоставление жилья в аренду студентам физические лица получили льготу по налогу на доходы на сумму более 34 миллиардов сумм. Напоминаем, что все договоры аренды регистрируются в сервисе EGRA. У студентов не требуется наличие электронной цифровой подписи при постановке на учет договоров аренды. Физические лица могут зарегистрировать договор в мобильном приложении Solar. На сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин